Аренда квартиры максимально дорого. Накануне начала учебного года в крупных городах буквально зашкаливают цены на съемное жилье. В столице стоимость за месяц подскочила на 15%. Нажиться на студентах пытаются и аферисты. Почем нынче сдают квартиры и как не стать жертвой мошенников узнаем от Даниила Снисера. Однушка за 3,5 тысячи гривен. Квартира рядом с метро всего за 4 тысячи. Подобных объявлений в интернете немалое количество. Фотографии, полное описание и контакты владельцев. Мы обзвонили 10 номеров. В 8 случаях нам пришлось общаться с аферистами. У меня уже толпа народу хочет квартиру подивиться. Но я на пару дней не в городе. Но могу вам предложить внести тысячу залогов. И я поставлю вас первыми в чергу на просмотр квартиры. Вычислить мошенника можно не отходя от компьютера. Достаточно вписать в поисковик указанный в объявлении номер телефона. Возможно в интернете уже есть отзывы о его владельце. С фотографиями аналогично. Если в результатах поиска они отсутствуют, значит оригинальные и ранее нигде не публиковались. Обсуждать все финансовые вопросы с хозяином квадратных метров нужно только при личной встрече. На территории арендуемого жилья говорят юристы. Любые требования заплатить деньги какие-то, за что бы то ни было, до того момента, когда договор заключен, это должны вызывать большие опасения и лучше от таких действий воздерживаться. В заманчивую цену эксперты также советуют не верить. Найти в столице однушку за 4 тысячи, комнату за тысячу, пусть даже с коврами на стене и заклеенными скотчем с щелями в оконных рамах нереально. Таких расценок давно нет. Ниже 6 или 5,5 тысяч вы точно не найдете. Причем к этому придется еще оплатить и коммунальные услуги. То есть коммунальные услуги как минимум с такой маленькой квартиры будут тоже до 2 тысяч. То есть вот бюджет для того, чтобы снять однокомнатную квартиру, самую дешевую в городе Киеве, это Деснянский район, Троещино. Упростить поиски могут риэлторы, но придется заплатить за консультацию и поиск вариантов. 50% от месячной стоимости аренды. Конечно же надежнее, когда ты имеешь дело непосредственно с собственником. Но если вы посмотрели квартиру и все подошло, то вы должны удостовериться в том, что тот человек, с которым вы имеете дело, является ее собственником или имеет право от имени собственника ей распоряжаться. Впрочем, найти жилье без посредников самостоятельно и в сжатые сроки шансы есть. Для этого энтузиасты создают в социальных сетях специализированные группы, где владельцы ищут квартиросъемщиков. Данил Снисер, Даниэль Косаковский. Подробности. Телеканал Интер.